мне кажется немцы с которыми еще заработаю получать принципе меньше почему они получают меньше а я не знаю почему не получать меньше потому что всем привет приветствую вас на канале серверок меня зовут андрей и я сегодня решил ответить один комментарий и я подумал что будет интересно записать это видео вопрос был такой как ты нашел работу в германии ответ я эту работу не искал работа нашла меня сама такова была предыстория я жил-поживал горе не знал в латвии но мы пару лет назад переехали в латвию там строили дом построили почти и как бы пришло время уже искать какую-то работенку но я постоянно работу не хотел находить не хотел искать потому что были другие планы я думал поискать какие-нибудь халтурки у нас есть один такой канал не канал веб-сайт где можно поставить объявление я поставил мол так и так еще не то что там было не ищу но предлагаю услуги электрика там опыт 15 лет все такое и но мне там уже начали звонить уже было там меня уже одна халтурка было и как раз был такой осенний день и мы по моему занимались по моему уже занимались посадка чеснока это уже отдельная история про чеснок в дальнейшем тоже дальше будет дальше больше про чеснок будет это так что подписывайтесь на канал если вы хотите не хотите пропустить видосики с чесноком сельское хозяйство тоже будет на нашем канале вот и мы примерно в районе 10 соток засадили чесноком так вот мы были по моему мы уже сажали чеснок и поступил звонок здравствуйте туда-сюда вы там у вас объявление электрик да мне говорят не хотели бы вы поехать германию на подключение компрессоров ну я как бы располнять не хочу как бы у меня нету желания в германию ехать ну я как бы так сразу как бы я не отказался от работы ну как бы дал понять что как бы в германии не хочу ехать ну и меня как-то ловкость рук никакого мошенничества заманили на интервью сказали съездите туда-сюда поговорим договорились я поехал в ригу в офис меня встретил человек представитель компании объяснил рассказал правда мне когда объясняли про эту работу мне сказали что я буду ездить по по германии и подключать там происходит замена компрессоров я ездил только подключая их что оказалось не совсем корректной информацией я уже там уже подготавливался что буду подключать компрессора как бы я уточнял буду ли этом делать инсталляцию каких-то там проводов мне сказали нет все на месте просто замена происходит старых и установка новых оказалось да у них есть такие три бригады ну они уже уехали было три бригады 6 пацанов они ездили по всей германии и меняли именно компрессор такой компрессор он там он там много весил сейчас скажу он там весил почти по 200 килограмм компрессор и ну они вдвоем их бывало и поднимали там вкручивали штыри вместо там оригинальный болтов и вдвоем как носилками так тащили вот да были такие бригады они занимались этими заменами но они сами их подключали отключали ну как бы там любого механика более-менее который с головой дружит можно объяснить что там три провода отключить там ничего сложного это что если ты полезешь под напряжением за тебя убьет то есть ну нормальный адекватный человек это сделает сам там не надо быть супер электриком для этого дела оказалось моя работа как мои подписчики или кто уже видел видео они уже примерно знаешь что за меня за работу но я расскажу есть компрессорам которые предназначены для холодного охлаждения ну deep cool как-то там по-немецки там называется что там минус 20 градусов она там охлаждает это на co2 co2 по-моему co2 вот компрессора там есть поршневая и она как бы греется и производством не было предусмотрено изначально охлаждение этой поршневой сверху и я просто ездию и как бы езди вижу как правильно ну там грамматики сейчас меня сейчас мне напишут в комментариях я пишу я говорю всем ездию я ездию ездию по всей германии и устанавливаю вентиляторы на вот эти вот поршневые чтобы охладить эту поршневую тогда если охладиться это поршневая тогда там дальше все по цепочке на сколько-то градусов будет меньше и масло в этом компрессоре будет меньше температуры она будет менее менее жидкая это как бы лучше для этого компрессора и это как бы важно оказывается то есть это несложная манипуляция установка вентилятора как-то там улучшает этот работа этого компрессора может продлевает жизни этого компрессора как бы такие мелочи я не углубляюсь мне как бы это не надо я здесь я очень сильно узко профильно так же как и раньше я когда и в англии работал я помню работал на на установки замене счетчиков электрических тоже принципе было очень узко профильная работа принципе прикольно не сложно вот такие вот узкопрофильные дела как сейчас я ставлю эти вентиляторы и даже особо не парюсь что там дальше но мне как бы рассказывать объясняет и эти немцы объясняли что там как там эта вся система работает как там у них контроль к там что можно с любой точке там планеты с телефона зайти посмотреть любой магазин допустим ряевой магазин посмотреть любой холодильник сколько он градусов все проанализировать там но это как бы важно это хорошо но мне принципе эта информация только загружает мой мозг я думаю мне она не нужна но это неважно ну вот отшел отошел я от темы да ну в общем как я и сказал я эту работу не искал но нашла она меня сама эта работа вот так же были вопросы какая у меня зарплата принципе зарплата на руки после уплаты налогов у меня 20 евро в час много это или мало я думаю это достаточно хорошо даже очень неплохо мне кажется немцы с которыми еще заработаю получать принципе меньше почему они получают меньше а я не знаю почему они получают меньше потому что у меня очень выгодный контракт он краткосрочный я приехал уехал но в общей сложности но будет у меня все вместе вот я там был уже полтора месяца еще будут их месяца может быть максимум три но четыре с половиной месяца мне такой короткий контракт в этом и есть как бы разница когда ты работаешь постоянно обычно они садят на чуть чуть поменьше зарплаты всех а если ты на такой контракт никто ты как бы получаешь больше вот эти вот немцы я слышал они получают примерно до уплаты налогов 22-24 евро в час но снимают у них налоги чуть ли не половину от того что на бумаге если 24 тогда он получает 12 ну может быть 13 на руки ну вот и разница такого да конечно минус это что я не дома я в командировке постоянно вот сейчас суббота я не семьей но мы с женой как бы решили что мы переживем этот момент как бы ни я ни она не хотели чтобы я уезжал ну ладно это грустном не будем все нормально мы как-то это переживем вернусь я в латвию продолжим заниматься там своими делами стройкой чесноком да мы думали что будем заниматься чесноком слушай но я на против наверно про чеснок не буду сейчас это на работе как у него другом видео это уже я отхожу от темы это уже не про этот вопрос так что как-то так все если что пишите комментарии если что-то вас еще интересует с радостью отвечу мне нечего скрывать все подписывайтесь как я уже сказал пишите комментарии ставьте лайки всем привет и всем пока